всем снова привет дорогие зрители и подписчики моего канала с вами джек и сегодня мы я так понимаю начинаем прохождение игры fire watch довольно интересные инди игрушки в которой мне очень понравился сам первый трейлер был очень интересным и самое главное загадочным именно в плане не ну небольших таких мини истории которые будут происходить в этой игре и я думаю что довольно интересного сюжета возможно будут какие-то головоломки не знаю но в общем у очень я ждал выхода этой игры и давайте попробуем давайте попробуем не поиграть вроде бы я подключил геймпад от playstation 4 на пк играю я в steam версию и она даже нашла dual shock она его определила вроде как по осталось управление из dual shock а и будем смотреть все ли будет хорошо работать потому что если вдруг будут какие-то неполадки с геймпадом то я просто на клавиатуру и мышка перейду ну либо геймпад от xbox подключу и так у нас загрузка так загрузка закончилась и компа санта представляет совместно с пеник инкорпорейт болдер штат колорадо 1975 год ты видишь жюри хорошо а я должен был нажать квадрате она примерно твоего возраста ближе к 30 смеются в компании хорошо одетых профессоров и аспирантов соседнего университета ты генри пришел выпить со своими друзьями я подхожу к ней ты пьян ясно так как у тебя специализация ты красивая как у тебя специализация ты еле произносишь слово специализация и от него пахнет пивом курс ты не пол ты ловко улыбаешься эволюционная биология отвечает она и я преподаватель клёво отвечаешь ты а у тебя какая токсикология это был подкол она говорит что да именно боюсь что сделать вы чувство на спрашивает не хочешь ли ты разделить с ней чизбургер неделю спустя вы уже вместе вообще не ожидал такого начала от игры ну в общем то как я и говорил гиппат вел себя довольно странно я решил этот момент вырезать буду играть тогда с мыши клавиатуры так что нужно сделать я думаю в первую очередь нам нужно взять рюкзак а я собирался сразу из лифта выйти но я думаю он сам откроется хорошо на какой-то парковке подземной суши а возможно мне надо было в машину идти а я помимо прошел сейчас узнаем да скорее всего мне нужно было мою красную машину хотя кроме ее больше не понятно загружаем вещи и отправляемся в путь вы встречаетесь больше года она сводит тебя с ума это здорово ты приезжаешь к ним живете в квартире рядом с университетом с видом на горы выпьете пиво на террасе вы пьете пиво практически везде жизнь прекрасно блин пить пиво прекрасно конечно джулия хочет завести собаку есть ерошин и крошечный бигль не люблю таких собак во я хочу овчарку а еще если сражающая немецкая овчарка с добрыми глазами ничего плохого не может случиться с джулией пока она будет гулять с этим псом конечно беру крутую собаку а не какую-то там шпендика мэйхэм отличный пес он обошает играть своими в парке сопровождают джулию во время ее пробежек и хотя он слишком большой чтобы брать его в университет джулия его все равно любит мэйхэм друг ребенок и домашнее животное одновременно 79 год вы разговариваете на террасе лето 9 30 вечера но жар все еще долетает со стороны пустыни что ты думаешь о детях спрашивает она дети они не очень умные и ненамного годятся я о том чтобы нам завести нескольких пару маленьких дурачков это было бы здорово в таком случае нам наверное надо пожениться да я был бы рад какие-то вообще не люди их эмоции что ли нет у детей так будет куча проблем думал лучше если их родители будут состоять браке ты говоришь что она абсолютно права так как все это связано с тем что я вообще сюда приехал всякие предупреждения стандартные что в лесу нельзя ничего делать что в лесу есть дикие животные которые могут нас убить вечер четверга и джулия опаздывает на четыре часа она не звонит ты волнуешься и с каждой минуты все больше сердишься но возвращается когда ты уже лег она не то что пьяна но явно хорошо правило время сыртись когда она ложится под одеяло ты залишься ты завоешь ее бесчувственной сволочь она говорит тебе эти нахрен советует перестать быть таким детям ты знаешь ее гейска она знает что ты говоришь всерьез и это ее ранит 81 год джулия все еще любит рисовать нарисует растение своих исследований рисуют все места где вы бываете рисую тебя так и гляж муску рисуешь словно модель трассе я бы подурачился очень хорошо мне за эти кажется что все маленькие выборы потом будут очень сильно влиять на исход игры тут очень красиво несмотря на такую рисованную графику на игровой будет очень приятно пробел что приятное препятствие он еще от сниматься делает 82 год летним вечерами ты и джули любите гулять с моих в городе фестиваль на него съезжаются люди издалека один из них пытается напасть на вас ножом мэйхом убегает в стрессе она пытается и трудно поверить сладу лишь отпор нападавшему я даю ему по роже порезал руку на хорошенько избил этого парня не чувствуешь себя крутым ты плачешь пока не приехала полиция джулия пресс этого дня выбирать другой путь для прогулок ты согласен тебе тоже не нравится путь с тех пор гулять в руки но учиться тогда как все жестче и жестче едят 84 год план за 10 те откладываются за работы джули предлагают работу в ельском университете ель в коннектикунт за 3000 километров отлично работ заместитель заведующего кафедры на хочет переехать и точно не хочешь ну заставлять и гони туда обратно не знаю не очень логично кстати ну такие жизненные здесь вообще ситуации приведены ты убеждаешь ее не соглашаться на работу но если она мечтает работать там то как бы смысл то не знаю давайте вот это спрашиваешь согласно ли она есть туда обратно ты не хочешь пережить в коннектику но она говорит что если что-то будет тяжело на она согласна советуешь ей не отказываться от такой возможности если это то чего она хочет она соглашается на летать в болдар 3 раза в семестр так 85 год жили отправлять домой из еле воплачиваемый отпуск после того как с ней случился эпизод она сорвалась на коллегу за то что тут целу нее книги которые были важны для исследований она не помнила что за два дня до этого сама с радостью их одолжила ее нашли плачущие на лестнице так мы должны с кем-то проконсультироваться я не буду варить макароны пить вино вы обращаетесь к нескольким врачам после большого количества обследования они опасаются что у джули может быть ранее деменция есть 41 об решаете пока держать это в секрете господи иисус это вот тот момент да где я притворялся моделью виктория сиклет пируц был мы хам стареет у него сидеть шерсть на спине и вечерами он не так быстро бегать вы с ним к бару чтобы повидаться друзьями кажется бы то ничего не изменилось она возвращается в университет 87 год состояние джули ухудшается она забывает вещи по своему предмету я научная работа в полном хаосе она уезжает на своей машине другой город без каких-либо причин и и возвращает полиция она раздавлена и отправляют домой на постоянной больничной иногда это джулия который называют тебя дубиной а ваших нерожденных детей маленькими дурачками иногда это полный незнакомец она теме тебя в кровать чтобы заняться любовью через пять минут у нее приступ паники и кажется что ее отец стоит порога ты говоришь ее семье они раздавлены начинают регулярно приезжать из австралии чтобы навестить ее какое-то время твои друзья заходят с приятными ночами чтобы скрасить день ей становится лучше 88 год ты проводишь дни следуя за джули по дому ты считаешь секунды между визитами дэниела медбрата два раза в неделю он предлагает привести ее куда-то еще куда-то где они будут заботиться 24 часа в сутки в интернат и перевариваешь несколько месяцев ты намерен заботиться не сам но я не знаю если у него нет медицинского образования хорошего то врачи помогут другой стороны бросать ее я не очень хотелось бы заботиться не сам пока не очень понимаю связь между тем что происходит вот настоящее время и с флешбеками но это определено очень интересно не бойся я на тебя не охочусь это невероятно тяжело хуже всего когда ты сердишься на нее например когда она сама пытается приготовить себе еду ты не можешь ничего делать без нее она не может ничего делать без тебя когда она идет спать ты не ложишься еще несколько часов пьешь на террасе смотришь бейсбол летом и грунишь детских команд зимой и снова пьешь ты начинаешь уходить из дома после того как положил ее спать в первый раз ты боишься что она встанет и начнет ходить по дому пока тебе не будет ты подпираешь дверь спальни стул но это бред какой-то уверен что она спит как камень ты ходишь в один и тот же бар в тихом конце пирот стрит там мило со временем ты рассказываешь все шелли бармену как гора сприч ты возвращаешься домой ложишься около часа ночи несколько раз в неделю ты ждешь этих вечеров 89 год однажды вечером тебя останавливает дорожная полиция тест показывает что ты пьян и тебя заберет на ночь что думал скрыть это но рассказываешь связан со стрель джули родители джули прилетают ближайшим рейсом из австралии не не могут поверить в каком состоянии находится ваш дом они говорят тебе что джулия поедет жить с ними ты не споришь ты говоришь что скоро навестишь и проходит несколько недель приближается лето и ты видишь в газете объявление премии на работу ты соглашаешь и вот видимо мы идем работать смотрителем в парк зайти на вышку очень красиво ну мы довольно хорошо узнали предысторию наши персонажи и по сути сами и создали не во всех деталях здрасьте здрасьте что Я Делила. Да, это то, что он сказал на телефон. Так что, что с тобой? Извините? Люди занимают это работа для того, чтобы не было что-то. Так что, что с тобой? Что с тобой? Это отличная идея! Пойдемте! Смотри, я просто великолепил два дня, так что я не следую за то, что ты делаешь сейчас. Ты взялся на то, что с тобой с тобой. Хорошо, тогда я... Слышишь? 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 Конечно, парень. Хорошо, теперь пойдемте. Хорошо. Ты... Убил трех мужей. Ты черная дочь, и ты просто сидишь здесь, пока холодно укрепляет, и потом ты снова убил. Очень хорошо. Я бы так сарказмом ответил, честно. Хорошо, сейчас я сплю? Не совсем. Теперь ты. Хорошо, добрый вечер, до свидания. Давайте посмотрим. Я не знаю ничего о тебе. Я говорю, что ты взялся от твоего работы, и наконец-то решила написать твою нововку. Это такой, как раз, чтобы вы найдете человека в лесу. Добрый вечер. Добро пожаловать на работу. Фаер-вотч. Да. Ну, можно образно перевести, как вышка смотрителя. Да, я в принципе готов. Поправили колечко. Ответить на вызов на сторону лампы. Так, давай. М-м-м. Окей, я вижу. Это осборн файрфиндер. Инвентед в 1914, в 1914, в В.Б. Осборн. Вы используете это, вы guessed это, фи... What the fuck? Что это? Ничего. Вы используете это, что... О, фу-к-м! Гот. Лангвич, леди. Подожди. Запад. А-а-а... Да-да, вижу-вижу-вижу, фейерверки. О, это не легально, да? А-а-а... Нет. Вы должны идти туда прямо сейчас и остановить их. Фейерверка через бутылку. Это реально мой работа? Своё работа, что я скажу, что это. Смотри, блин, рейнджер, около 2 дней. Пойдем туда, и ставим его. Короче, мы здесь абсолютно одни сами по себе и только она может помочь. Ага. Я им написал тикет? Слышно там, дурный, Хэрри. Ну? Пойдем. Вы, наверное, нужны ропы, чтобы поднимать между вами и лейком, если я помню правильно. Есть одна в магазине на дороге. Кодом 1234. Это, в самом деле, для всех. Ага. Понял. Понял. Доброе. Это одно слово. Зато не забуду никогда. Так, хорошо. Выдвижный ящик. Что у нас тут? Карты двух орков. Ага. Ой, слушайте, а если нам потом придется по этому всему делу ориентироваться? Ты же фигею. Так, ладно. Она сказала, что я должен в каком-то из шкафчиков что-то из... Так, термосы. Я не думаю, что мне нужен. Бочка с водой. Вот, смайлик, прикольно. Обнаружитель огня. Ага. Лита. Хоть и смотреться маленько. Остальные лопа. Ох, ну пошли потихоньку, посмотрим, что там. О, баллон с пропаном. Эй, я могу видеть твою таву. Да, это я. До свидания. Привет. Хотя помню очень классный момент из трейлера и на котором у меня просто мурашки побежали потел, я такой подумал, блин, а что бы ты сериально? все так произойдет. найти веревку в ящике. Ага, вот это сейчас я, да? Так, и мне, кстати, по-моему, не показывают особо то, куда двигаюсь. Так, приблизить. А нет, все показывают, кстати. Мне надо вот на эту дорогу. я прав. Еще походу левее. Вот на эту вот дорогу. Так, эта дорога получается на... Не, мне нужно на запад идти. Да, мне нужно идти на запад по дорожке. Все. Я буду только тогда по компасу ориентироваться, потому что на карте видимо не показывают мне направление моего движения. Джонси Лейк. Да, к озеру как раз и идем. Ну, сразу могу сказать, что у меня топографический критинизм абсолютно полный. Я никогда никого не выведу. Даже по компасу. Вот. Так что, скорее всего, мы заблудимся и умрем. Но, я думаю, это будет интересно. Ну, и, кстати, если я буду тупить, то тоже странный звук. Погоди. Да, все правильно. Мы как бы видим, куда мы в итоге идем. Это хорошо. Я смогу понять, если я иду не в ту сторону. Так, я могу лишь доставать рацию. Я думаю, может быть, если я в лесу, то я смогу бегать. Так. Вот он, 361. ящик. Я нашел запасную боксу. Греть. Ну, давай, открывай. Один, два, три, четыре. Так, записка. Что пишут? Рон, привет, старик. Парень не выдержал, так что я за первую вышку убрал часть его вещей в ящик. Нашел один из батончиков, который тебе нравится. Хожу по лесу, но давай напьемся, когда я вернусь с Дэйв. Видимо, это кто-то, кто-то тут до этого работал. Так, оставить себе держать Е. Не оставлю. Копируем информацию из карты. Угу. Так, у нас здесь есть веревка, у нас есть батончик. Я его, пожалуй, съем. Шишка, старая веревка. Окей, давайте закроем ящик. Я так понимаю, на замок уже больше не надо закрывать. Так, открываем карту. Кэш-303, по-моему, нам туда надо. Это получается на северо-запад, куда-то вот туда. Ну, тут вроде как раз дорога туда шла. Если я ничего не путаю. Или не шла туда дорога? Ну-ка. По-моему, все-таки шла. Так, подожди, че пишет. Пышка, две тропы, озеро Джонси. А, не-не, все правильно. Просто прям надо идти. Мне кажется, ночью здесь будет реально страшно, если я тут ночью 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 бродить. Хотел сказать, если я ночью пойду куда-то. Ну, я пойду, да. Буду бродить по лесу и шугаться абсолютно всего. Джок баттон, чтобы бежать. Это какая-то как кнопка. Чтобы бежать, правая приближать. Слушайте, я не знаю, что это за кнопка. Сейчас в управление посмотрю. Кнопка R у нас быстро бежать. Так, но он где-то не справа шарашит. Сейчас я приду, говорю с ними. Я вообще не знаю, будут ли тут другие персонажи, смогу ли я с ними пообщаться как-то. И нам предстоит довольно опасный спуск. Так, ну давай попробуем. По идее-то тут ничего такого. Только, ну типа, без страховки, без всего. Ну реально, это опасно. о, 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 про что я говорил. Слушай, прям как я, такой же пузанчик. А уже ты мне это, между прочим. Сообщайте о том, что я упал. спасибо. Ну я думаю, это наш друг на ближайшие пару дней. Как минимум точно. Так, да, 305-й кэш. Здесь у нас каньон, и я просто по дороге иду туда, куда надо. Ну, кстати, они перестали бабахать. Что там такое? Они еще и костер оставили незатушенным. И еще и там, ну, ладно, как бы, бутылки с пьем стоят. Окей. Так. Это очень красивый кемпинг-спот здесь, по лейке. Я не был там в год, но, да, Джонзи-лэк-эрия is perfect. Что за свиньи? Найдите много въемных биржок, и они бросили все в hell. Идиоты в лейке? Да, они. Рюкзаки еще оставили. Ах, ну это ну это же просто, да. О, смотри, они решили иметь кампфайр, тоже. Ты знаешь, они красотировали огонь вред в том, люди были издревы. Но я думаю, что это не принимает просто глупо, Они оставили свои пакеты здесь Не блядь с ними, последнее, что мы нужны, это какие-то хайкеры, получат репорт о преступлении Они оставили две половины виски, хорошая вещь Друнки пироманиакцы, блядь, блядь Так, это я конфискую Черная банка А, нет, ее конфискаю не буду, потому что скажут, что она успеет Две пары вещей А они абсолютно точно голые Чувак, серьезно Серьезно, они, конечно, еще там, так скажи им, а потом верни Я нашел брак Нужный пироманиак, будь профессионалом А, это женщина У меня, возможно, две Что? Я не хочу сказать это слово снова Почему? Потому что ты 12? Это две женщины Спокойно, спокойно, господа Держимся в руках Да Ну-ка нахрен Все, хватит Все, хватит Дурь, тупые Пошли отсюда Надо было, наверное, поближе подойти Найти путь назад Крышки две тропы Магнитофан свой ванющий Пусть тут, блин, хотят зеленую Зеленую ему выкинул Делось Ну, это Ну, это Оменис Надеюсь, не будет больше проблем Хорошо Спасибо, что идти туда Пожалуйста А, вот, да, еще другое Тут еще один Ну, кстати, то, что я предположил, но не увидел и мим просто прошел В итоге оказался прав Так Теперь Как обратно-то возвращаться На световом веревочках Как бы все Того Вообще, знаете, я думаю, что на первой серии хватит Игра реально крутая Мне ее прям вжился в роль Надеюсь, вам понравится Ставьте пальцы вверх, друзья И как можно скорее выйдет следующая серия Надеюсь, вам все понравилось С вами был Джек Firewatch Увидимся